Дорогие братья и сестры, я тоже хотел бы призвать нас к молитве. Я хочу прочитать слова, которые Господь однажды обращал к одной церкви. Это записано в Откровении 2 глава, и 2 стих, и чуть ниже. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Господь обращается к этой церкви, он говорит о том, что они очень много трудятся, совершали большой труд, у них большое терпение, что они здраво смотрят на учения и различают разные духи, и в то время были лжиапостолы, и они это видели, и они это четко различали. И 3 стих, «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». Такая очень хорошая характеристика. Я думаю, что очень важно нам время от времени перечитывать вот эти обращения к этим церквям, потому что здесь Господь говорит к церкви, но я думаю, что эти слова, они относятся лично для каждого из нас, абсолютно каждого члена церкви. И когда я читал эти слова сегодня, я проверял каждый из этих пунктов и думаю, Господи, смотрю на то, что Бог говорит, и думаю, до многих вопросов не дотягиваю. Тут написано, много переносил и имеешь терпение. Мы иногда переносим что-то, но терпения не хватает. И для имени моего трудился и не изнемогал. Иногда бывает трудишься, что-то делаешь, и приходит изнеможение. А тут написано, и не изнемогал. То есть люди были очень сильны в том, чтобы трудиться, совершать дело, и при этом не уставали. Такая очень хорошая характеристика. Но Господь обращается в 4 стихе и говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И Бог говорит, что но есть одна и не маленькая, а большая проблема. Ты оставил первую любовь твою. И дальше Он говорит. «И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Когда я читал эти слова, я сначала как бы много раз в своей жизни читал и был в таком замешательстве. Как так Господь? Ведь вот это поведение, о котором ты говоришь, как они трудятся, как они трудились, какое у них терпение, как они много переносили, это и есть свидетельство того, что они любят тебя. Но когда я прочитал вот эти слова «И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела», то я понял, это было в прошедшем времени. Пришло время, когда они остыли, когда они ослабли, когда они перестали трудиться и при этом не изнемогать. Когда у них заканчивалось терпение, потому что Господь говорит «твори прежние дела». И я хотел бы сегодня молиться Господу. Я думаю, что в нашей жизни иногда действительно любовь к Богу, она охладевает. Иногда мы что-то делаем уже по накатанной. Знаете, как бывает машинка, раньше такие машинки были на пружинках, ее назад так, немножко так сделаешь ход назад, отпускаешь, и она по инерции, она сначала вот эта пружинка, она разматывается, и когда она размоталась, она дает толчок, и машинка катится. И она катится дальше уже не только за счет этого толчка, но и по инерции, потому что у нее есть колеса, ей дали толчок, и она движется. Но рано или поздно эта дистанция, по которой она будет ехать, рано или поздно она где-то остановится, эта машинка. Каждый из нас, мальчики, когда мы были мальчиками, мы играли в такие подобные вещи, и я думаю, Господи, иногда христиане уже движутся по инерции, есть какой-то толчок, был какой-то, была любовь, были отношения с Богом, а сейчас, возможно, уже остановка. И Господь, смотря на эту ситуацию, видя эту церковь, Он говорит, что нужно покаяться, потому что иначе, когда человек в своей жизни останавливается, произошла остановка, он не может стоять уже на одном месте. В духовном мире нету одного положения. Человек или всегда движется вперед, или он движется назад, другими словами, он деградирует, как христианин. И в духовном мире это четко нужно понимать, потому что, когда человек не развивается духовно, он духовно не растет, он, значит, падает. И Господь видел эту опасность, они еще двигались по инерции, еще, возможно, в этой церкви не произошло остановки, но Господь видит на много шагов вперед, и Он знает, что вот, скоро произойдет остановка, вот, они скоро остановятся. Еще нету каких-то страшных грехов в этой церкви, Бог ни в чем их не обличает, Бог не говорит, что у вас там блуд, у вас там нечистота, у вас там какое-то непотребство, Бог так не говорит к этой церкви. Но Бог начинает бить тревогу, Он начинает говорить им, вам нужно покаяться. Покаяться в том, что в вашей жизни скоро произойдет остановка. Почему? Потому что в другом месте написано, вера, движущая как любовью. Когда в нашей жизни мы перестаем любить Бога от всего сердца, как написано, возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим, всей душою твоею. Когда в нашей жизни это угасает, мы теряем силу двигаться вперед, мы теряем силу делать что-то для Господа, мы начинаем изнемогать, у нас прекращается терпение, мы уже можем какие-то вещи делать только потому, что мы должны их делать. А Бог на это смотрит и говорит, стоп, так нельзя, потому что произойдет остановка, а дальше ты будешь падать, а дальше ты духовно будешь разлагаться, а дальше морально ты будешь деградировать. И потому в твою жизнь придут уже грехи, придут беззакония, придут отклонения. И даже то, что ты когда-то стоял четко и понимал, кто апостол, а кто лжеапостол, то придет момент, когда ты этого различать уже не будешь. Почему? Потому что с охлаждением человека, любви к Богу, человек начинает двигаться назад. И я хотел бы сегодня молиться о нас, молиться о себе, молиться о нашей церкви. Господи, мы хотим иметь эту горячую любовь, мы хотим любить Тебя Бога. Нет ничего больше на земле, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Бог на первом месте, слава Ему за это. Он держит мир в своей руке, Он держит все, как мы сегодня уже слышали, мы в Его руке. И если мы крепко ухватимся за Него, если мы будем любить Его от всего сердца, абсолютно, это не только слова, это действия. И я верю в то, что было сказано Господом по отношению к этой церкви. Он говорит, я знаю твои дела, труд твой, терпение твое. Все это было, и это прекрасно. И это подтверждение Божьей любви. Вернее, любви к Богу. И я хотел бы сегодня молиться, Господи, помоги нам. И если мы видим, что мы ослабли, если мы видим, что наша любовь, она угасла, я думаю, нам нужно сегодня каяться. Я думаю, нам нужно говорить, Господи, прости. Есть много моментов в нашей жизни, много таких вещей, которые способствуют тому, чтобы гасить Божью любовь в нашей жизни. Это, например, просто суета. Суета, которая, на первый взгляд, не кажется какой-то страшной проблемой, но она гасит любовь нашу к Богу. Желание читать Священное Писание, желание молиться, желание ходить в служение, и всегда можно найти причину, и всегда можно себе объяснить, самому себе, для успокоения совести, что у меня форс-мажорное обстоятельство. Но когда человек любит Бога, он способен проходить через большие трудности, он способен проходить через трудные времена своей жизни, через искушения. И я хотел бы молиться, потому что мне кажется, что скоро придут сильные перемены и в нашу страну. И каждый христианин, он будет стоять перед Богом, и каждый христианин будет стоять перед этими трудностями, испытаниями. И как важно сегодня, чтобы наша любовь, она была пылкой к Господу. И только такой христианин, он сможет пройти, может быть, эти трудные времена. Мы не знаем, что нас ожидает, но одно только понятно, что мы живем с вами в последнее время. И я хотел бы молиться, Господи, помоги нам, потому что Бог говорит, если не покаешься, если что-то не переменится в твоей жизни, то Он говорит, издвину светильник твой с места его, если не покаешься. Покаяние, братья и сестры, это, конечно, сердечная просьба Богу о переменах нашей жизни, нашего образа жизни, нашего мышления, нашего отношения, нашего поведения. Давайте мы помолимся. Если, может быть, кто-то нуждается, чтобы за него отдельно, особенно была совершена молитва, вы можете проходить наперед. Мы, как церковь, будем молиться друг за друга. Написано, носите бремена друг друга, молитесь друг за друга, поддерживайте друг друга. Для этого мы есть сегодня на этой земле. Слава Господу! Для этого Бог сегодня созидает свою церковь. Потому Дух Святой сегодня здесь. Потому Слово Божие сегодня не прекратило свое действие. Слава за это Господу! Помолимся Ему! Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok